всем привет вы на канале есть вопрос и сегодня у нас для вас новая игра я сегодня буду не одна мне сегодня будет помогать соня а что еще нам понадобится для этой игры я сейчас расскажу и так нам понадобится какая-то емкость с низкими бортами желательно которые есть у вас дома для нее для ее наполнения нам понадобится либо соль которая есть дома у каждого либо если вдруг у вас есть кварцевый песок то можно использовать его а еще как и в большинстве наших игр нам понадобится бумага на которой мы будем носить изображение и маркер которым мы будем это делать итак в моем случае это вот такого размера карточки изображение на них различные графические фигуры я думаю что можно уже приступать поэтому начнем и так перед ребенком в данном случае ребенка у нас символизирует соня перед ребенком мы выкладываем карточку и его задача в начале его задача двумя руками одновременно изображение это переносить на соль либо на песок можете тут смысл в том что это нужно делать одновременно двумя руками так у нас тут еще есть такие вот грабли но вообще если у вас такая же форма как у нас можно просто вот так вот потрясти песок чтобы он снова выровнялся и можно было наносить новое изображение сейчас у нас вот такая фигура когда ребенок уже освоился когда он понял что от него требуется да мы немножко сейчас усложним задача соня нарисует еще одну фигуру и дальше мы уже делаем вот так мы кладем не одну карточку а две например одной рукой соним будет рисовать у нас квадрат а другой круг что происходит в этот момент головной мозг наш немножко напрягается и почему он это делает потому что наши руки получается в этот момент совершают разные движения им нужно мало того что проанализировать что рисовать да и при этом перенести на песок либо на соль да это изображение и при этом делать это одновременно соответственно у нас в этот момент работают связи межполушарные то есть налаживается межполушарное взаимодействие это очень крутая штука она полезна для многих видов деятельности и самое главное что в обычной жизни да мы очень не так часто это делаем ну каких-то до бытовых вещах мы обычно совершаем какие-то движения сразу двумя руками а здесь нам нужно будет это делать совершать разные движения двумя руками одновременно ну и сейчас мы дадим еще пару заданий сони чтобы развитие межполушарное взаимодействие например вот так с линиями что еще при этом развивается да в этом упражнении в этом упражнении у нас отлично работает мелкая моторика почему потому что вот проследите за руками да когда соня рисует изображение она совершает мелкие движения руками плюс песок соль и прочего такая вот смесь она еще и дополнительно является как бы таким способом массажировать нервные окончания на кончиках пальцев которых у нас великое множество на самом деле и это как дополнительный такой бонус до в этой игре так ну я думаю последнее и сам смысл уже понятен то есть сначала мы как всегда действуем от простого к сложному сначала мы даем одну карточку ребенку а в дальнейшем уже добавляем сложность и он рисует разные изображения одновременно двумя руками вот таким образом вот такая игра но когда я рисовала карточки к этой игре и я подумала почему бы не сделать бонусом еще одну дополнительную штучку которая будет полезна любому ребенку да как и взрослому поскольку все необходимое уже у нас для этой игры готова единственное чего не хватает это вот такой вот карточки да с такими же изображениями которые у нас на маленьких карточках находится вот на такой большой которую мы предварительно кладем ребенку под песок а на самом деле просто ее нужно сверху засыпать песком и что будет происходить дальше когда у нас сверху окажется песок ну вот таким образом допустим да и закроет эту карточку сверху мы также перед ребенком выкладываем карточку и говорим и даем ему вот такую коктейльную трубочку что мы делаем дальше мы говорим ребенку найди вот такое изображение под слоем песка но каким образом надо будет дуть в трубочку и в это время песок будет рассыпаться под этим и ты будешь искать ну как бы такой своеобразный поиск клада да но кладом у нас выступают вот такие геометрические фигуры в данный момент вот соню попробуешь найти круг что для чего это упражнение нужно это дыхательная гимнастика она тоже очень полезно в данном случае у нас довольно много песка можно делать просто чуть меньше слой песка да потому что меньше ребенку придется дуть с другой стороны чем больше ребенок дует чем больше он тренирует необходимые вот эти навыки до под слоем песка вот уже появляется какая-то фигура но это не она это у нас квадрат здесь тоже не она ну вот вот то есть сам процесс понятен да то есть мы по большому счету должны раздвинуть с помощью своего дыхания песок и найти необходимую фигуру для детей вот соня ее нашла молодец вот он этот круг я его конечно сейчас не очень видно но это действительно круг потому что он здесь был на рисунке вот такой вот круг такой который был на карточке итак мы сегодня с вами рассмотрели новую игру которая состоит из многих полезных составляющих мы с вами поблагодарим соню которая нам сегодня очень активно помогала за всю помощь в этом видео что же эта игра развивает еще раз повторю конечно же тут активно идет межполушарное взаимодействие у нас развивается мелкая моторика у нас происходит массаж нервных окончаний на кончиках пальцев плюсом бонусом да у нас еще появилась дыхательная гимнастика которая также очень полезна для детей для взрослых и ей периодически стоит уделять внимание на этом я думаю что мы закончим буду рада вашим лайкам и комментариям под этим видео а на этом все подписывайтесь на наш канал не забывайте про наш телеграм-канал который кстати ведет соня и активно его ведет там очень много полезной информации а на этом все пока пока